здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео я представляю вам видео обзор книги грегори бейтсона священное единство дальнейшие шаги в направлении экологии разума книга издана на русском языке в переводе дмитрия федотова и представляет собой увесистый фолиант в твердой обложке но прежде чем перейти к обзору книги и тому вопросу что же такого важного в этой книге изложил грегори бейтсон следует затронуть жизнь и личности самого автора грегори бейтсон родился в великобритании в 1904 году и свою жизнь он посвятил междисциплинарным исследованием на стыке антропологии и лингвистики также он интересовался и другими вопросами он много путешествовал он путешествовал именно в исследовательских целях посещал различные отдаленные племена в которых еще можно а наблюдать взаимодействие между людьми и тот такое взаимодействие которое не замутнено а современной цивилизацией и условностями читал лекции как в великобритании так и в австралии и в соединенных штатах америки а около 50 лет он получил американское гражданство и осел в америке уже до конца своих дней умер грегори бейтсон в 1980 году что еще важно отметить об этом ученым грегори бейтсон создал теорию обучения то есть о том как человека учится и выделил 5 уровней обучения о них мы немного подробнее затронем ближе к концу этого видео грегори бейтсон начинал как антрополог изучал обычаи и традиции племен юго-восточной азии например на бали впоследствии его интересами стали человеческие взаимоотношения и применение логических типов бертрана рассела в естествознание и теории обучения как я уже выше сказал грегори бейтсон разработал теорию обучения и описал пять ступеней обучения это обучение 0 обучение 1 обучение 2 обучение 3 и обучение 4 согласно бейтсону немногие люди способны достигнуть уровня обучения 3 а уровень обучение 4 может стать патогенным для любого организма на земле и в настоящее время недоступен ни одному из организмов проживающим на земле одной из самых значимых работ грегори бейтсона которая вышла в на тысяча девятьсот семьдесят втором году является работа шаги в направлении экологии разума это компилитивный труд компали компилитивная монография в которой собраны статьи лекции которые прочитал грегори бейтсон и перед широкой аудиторией и в этой книге в этой монографии шаги в направлении экологии разума собраны труды и грегори бейтсона вплоть до одна тысяча девятьсот семьдесят второго года в книге священное единство которую есть на которую я сегодня делаю обзор это посмертное издание трудов грегори бейтсона и а компиляцию этих трудов выполнил его ученик родни дональдсон он собрал не опубликованные ранее труды лекции в том числе и те которые выходили до 1 тысяча девятьсот семьдесят второго года но достаточно большой объем священного единства составляют работы опубликованные бейтсоном не опубликованные бейтсоном то есть содержащиеся в черновиках а также лекции прочитанные как в университетах так и перед широкой публикой с одна тысяча девятьсот семьдесят второго по одна тысяча девятьсот восьмидесятые годы священное единство состоит из тридцати двух текстов 19 из которых созданы семьдесят второго по восьмидесятый год особенность книги священное единство заключается в том что это издание обладает библиографической редкостью причем как на английском языке так и на русском и издание которое я вам демонстрирую и буду демонстрировать в процессе этого видео это издание было возможным стало возможным благодаря энтузиазму людей которые собрали деньги и оплатили перевод на английский язык редактуру и издание этой монографии на русском языке озвучу название каждой из каждой из частей этой монографии первая часть форма и паттерна в антропологии вторая форма и патологии взаимоотношений третья эпистемология и экология четвертое здоровье этика эстетика и священное книга священное единство представляет собой сложный научный текст понимание некоторых частей этого текста ускользало от меня поскольку мне как читателю сложно соотнести то что пишет автор с моим жизненным опытом и знаниями полученными из других книг по мере чтения я записывал в тетрадку свои впечатления после этого я набрал этот рукописный текст на компьютере чтобы было с ним проще работать и в течение этого видео вы будете видеть что я обращаюсь к своим заметкам потому что как я уже выше сказал текст сложный научный некоторые части текста идут хорошо легко но об этом я скажу чуть позже о том как читается этот текст некоторые части про приходилось продираться с трудом начнем впечатление и отзыв на первую часть священного единства которая называется форма и паттерна в антропологии а при прочтении названия неясным остается слово паттерн что такое паттерн и что такое паттерн в антропологии паттерн это схема образ действующее как посредствующее представление благодаря которому одновременно происходит и восприятие закономерностей и мышление об этих закономерностях которые существуют в природе паттерн это во-первых набор поведенческих реакций или последовательности действий во вторых объединение сенсорных стимулов как принадлежащих одному классу субъектов о чем же первая часть книги грегори бейтсон анализирует подходы антропологов к изучению поведения членов племен в основном речь идет о болейнезийских племенах обучение младших старшими становлению характера бейтсон критикует подходы антропологов и говорит что необходимо учитывать особенности жизни племени и не переносить напрямую те знания которые есть у антропологов о жизни в городах современной цивилизации и о жизни в других племенах в других частях планеты нельзя переносить эти знания на изучение поведения и взаимоотношения в конкретном изучаемом племени бейтсон рекомендует не выносить жестких гипотез пока к наука к ним не готова а скорее предлагать типы вопросов которые следует задавать разграничивать порядке гипотез которым следует стремиться бейтсон отдельно обращает свое внимание и внимание антропологов на сбор и интерпретацию исходных данных которые антропологи используют для вынесения суждений о том как происходит обучение и взаимодействие между членами племен бейтсон предлагает в культурной антропологии рассматривать только три типа данных идентифицированные индивидуум в таком-то и таком-то записанном контексте сказал то-то и то-то что антрополог слышал это первый контекст второй идентифицированный индивидуум в таком-то и таком-то записанном контексте сделал то-то и то-то что антрополог видел третий тип данных артефакты инструменты произведения искусства книги одежда лодки оружие и тому подобное изготовленные и или примененные в таких-то и таких-то контексте и такими-то и такими-то индивидуумами это третий тип данных кроме этого бейтсон говорит о том что само наблюдение за племенем его членами вносит искажения в результат исследования особенно если исследователь живет в племени также достаточно тяжело проводить математическую и статистическую обработку экспериментальных данных в первой части помимо прочего затрагивается вопрос и взаимного влияния членов племени друг на друга о том что каждый член племени учится у другого и они учатся друг у друга сложно проследить кто у кого научился и кто кому передал те или иные знания что еще больше затрудняет исследование и интерпретацию данных это коротко о том о чем написано в первой части священного единства я еще раз напоминаю о том что разбиение на части а также наполнение этих частей текстами осуществил ученик грегори бейтсона уже после его смерти некоторые тексты этим учеником были отредактированы и доработаны для создания большего понимания этих текстов у читателя во второй части автор близко подходит к тому что он называл экологии разума и делает задел на то чтобы в дальнейшем описать разработанную им теорию обучения и уровни обучения во второй главе второй части речь идет о так называемом дабл байнде дабл байнд термин который разные переводчики бейтсона по-разному переводили в разное время и пытались найти грамотный русскоязычный эквивалент двойная связь двойной захват двойной тупик двойное ограничение двойное послание однако их труды в поиске адекватного перевода успехом не увенчались поскольку к переводу научных текстов и вообще к научным текстом как таковым предъявляются особые требования а именно что если какой-то термин был введен то он должен использоваться строго в том понимании в котором он использовался в первый раз а если мы каждый раз переводим один и тот же термин по-разному то возникает путаница и этот текст отклоняется от научности и соответственно при дальнейших переводах статей и книг бейтсона стало ясно что ни один из этих терминов не может описать все смыслы которые несет в себе английский термин double bind в книге которую мы сейчас рассматриваем этот термин оставлен без перевода и дается в транслитерации понятие double bind бейтсон вводит с помощью такого примера далее будет цитата и пример из книги со страницы 173 к сожалению в этом отзыве и обзоре мы не обойдемся без обращения к источнику и какого бы то ни было маломальского цитирования поскольку как я выше говорил это сложный научный текст который сложен для понимания и вдвойне сложен для пересказать передачи его виде отзыва и обзора и так пример от double байда цитата рассмотрим случае трех избирателей a b и c которые выбирают из трех кандидатов x y и z предположим что предпочтение избирателя а идут в порядке x y z то есть кандидат x наиболее предпочтительный а кандидат z наименее предпочтительный а предпочтение в пользу кандидата y лежит где-то между этими двумя кандидатами x и z предпочтение избирателя b идут в порядке y z и x то есть y наиболее предпочтительный кандидат z на втором месте а x на третьем а предпочтение избирателя c идут в порядке z x y и далее бейтсон конец цитаты и далее бейтсон предлагает сделать мысленный эксперимент если a b и c не знают выбора друг друга то каждый голосует за тех за кого они хотели изначально то есть а голосуют за x б голосуют за y а c голосуют за z и каждый из кандидатов получают по одной трети голосов и не проходит на выборах но если c знает за кого голосовали а и b то есть за x и y то c может проголосовать за второго по предпочтительности кандидата то есть за x и он пройдет далее бейтсон рассматривает систему взаимоотношений отец мать ребенок и отношения между ними и окончательно приходит к схеме взаимодействия стимул реакция подкрепление и рассматривает взаимодействие двух субъектов а и б и их отношения в виде цепочки стимул реакция подкрепление и записывает это в виде последовательности строчных букв а б а б а б а б а б а б и так далее при этом в любой триаде а б а б первый сигнал это стимул второй реакция третий подкрепление далее бейтсон приводит пример работы с людьми имеющими шизофрению я не буду углубляться в описание этих исследований по этой теме так как не являюсь специалистом в этой области могу что-то напутать и неверно изложить это будет неправильно понято слушателями бейтсон плавно подводит читателя к теории обучения и уровнем обучения рассказывает о том чем отличается информация от сообщения что такое избыточность дает определение обучение дает классификацию информации говорит о том что информация распределяется неравномерно и вводит понятия контекста читая эти статьи из второй части книги я вспомнил о двух других книгах которые читал ранее это одураченные случайностью насима талиба в которой говорится об асимметрии информации и книгу маршала маклюина понимание медиа которая вышла в 1 1964 году то есть книга понимание медиа в каком-то смысле вышла раньше некоторых статей грегори бейтсона и в книге понимание медиа маршал маклюин говорит что средства коммуникаций есть сообщение удивительно что бейтсон и маклюин а выпускают свои труды примерно в одно и то же время то есть это конец 50-х начало 60-х годов 20 века книга маклюина вышла в 1 1964 году статья сообщение передаваемая подкреплением грегори бейтсона в 1 1966 году но частично он публиковал положение этой статьи ранее то есть как минимум два мыслителя середины двадцатого века думали примерно в одном направлении и в третьей части собраны статьи посвященные познанию и теории обучения точнее тому как бейтсон потихоньку шаг за шагом приближается к тому что впоследствии станет теорией обучения бейтсона с его знаменитыми уровнями обучения такими же знаменитыми как пирамида логических уровней бертрана рассела бейтсон рассуждает откуда берется информация о том что какие-то части эмбриона зародыша становятся левой ногой или правой ногой или левым глазом или правым глазом и почему одна часть эмбриона бесформенной массы становится левой частью тела а другая часть эмбриона правой частью тела он удивлен также он удивлен тем как из бесформенного эмбриона получается определенный организм то есть человек медведь лось рыба лосось допустим карп и так далее откуда приходит информация которая кодирует и дает сигнал на формирование каждого из органов бейтсон делает предположение что эмбрион это обучающаяся система и в ней происходят направленные изменения бейтсон не должен до того времени когда механизм этих преобразований был установлен достоверно бейтсон умер в одна тысяча девятьсот восемьдесятом году а механизм морфогенеза то есть механизма формирования тела из бесформенного эмбриона был открыт молекулярными биологами только в конце девяностых годов двадцатого века морфогенез происходит под управлением особых клеток организаторов выделяющих в среду специальные морфогены но бейтсон продолжает свои рассуждения еще не зная ни о каких морфогенах он продолжает рассуждение на тему знания и информации и вводит понятие схизмогенеза схизмогенез это процесс взаимодействия посредством которого в обучающейся системе происходят направленные изменения также бейтсон объясняет что он понимает под эпистемологией он говорит что эпистемология это процесс познания если эпистемология процесс познания всегда стоит между мной и моим органическим восприятием мира и равно всегда стоит между мной и моим самопознанием если вся моя эпистемология есть организующая начало всего моего понимания то я никогда не смогу ничего узнать, пишет Грегори Бейтсон. Мои механизмы и процессы познания просто образуют одно огромное слепое пятно. Пятно, через которое я не могу увидеть даже то, что оно слепое, даже свою слепоту. И здесь Грегори Бейтсон приводит такой пример, что лягушка, у ее глазного органа, у глаза лягушки есть особенность, что она видит только движущиеся предметы. Если предмет неподвижен, то лягушка его не видит. Особенность человеческого глаза состоит в том, что мы видим не предметы, а мы видим различия между двумя предметами по яркости, по отражению теней, по каким-то другим признакам. Мы можем сказать, что это один предмет, а это другой предмет. То есть, наш глаз может различать различия в предметах. И Грегори Бейтсон очень часто повторяет такую фразу, мы ее тоже будем повторять в течение этого видео, что не существует пяти пальцев на руках, существуют четыре промежутка. А как называется то, что ограничивает эти промежутки, то есть то, что мы называем пальцами, а Грегори Бейтсон это никак не называет. Вот то, что ограничивает эти промежутки, он никак не называет. Далее. Про эпистемологию. Эпистемология это такая наука, предмет которой сама природа. Этим словом называется вид научного исследования и научной фразеологии. Это попытка исследовать природу самого исследования, исследовать процесс получения и накопления информации. И Бейтсон продолжает. Эпистемология это то, каким образом мы можем что-то знать. Еще раз повторим. Эти процессы познания формируют и ограничивают то, что может прийти из внешнего мира через наши органы восприятия и может быть включено в образ или представление. И здесь Бейтсон, он в нескольких статьях, которые составили костяк, основной костяк третьей части книги, он повторяет ту мысль, что есть слепые пятна. Что слепые пятна, они зависят от того, насколько человек образован, насколько у него развито восприятие. То, что видит один человек или может услышать один человек, не услышит и не увидит другой человек. Он это повторяет несколько раз. И отталкиваясь от своих рассуждений, Бейтсон представляет очень-очень образно, очень отдаленно пока в священном единстве, он представляет свои пять уровней обучения. Пять уровней обучения по Бейтсону. Слово обучение несомненно указывает на изменение некоторого рода. Однако, какого рода это изменение, это вопрос деликатный. Нулевое обучение характеризуется специфичностью отклика, не подлежащего исправлению, будь он хоть правильным, хоть ошибочным. Объект выказывает минимальные изменения своего отклика при повторяющемся типе сенсорного воздействия. Обучение 1. Есть изменение специфичности отклика, благодаря исправлению ошибок внутри выбора данного набора альтернатив. Обучение 2. Есть изменение в процессе обучения 1, то есть корректирующее изменение набора альтернатив, из которых делается выбор. Либо это есть изменение разбиения последовательности опыта. Обучение 3. Есть изменение в процессе обучения 2, то есть корректирующее изменение в системе наборов альтернатив, из которых делается выбор. Для некоторых людей и некоторых млекопитающих этот уровень требований может оказаться патогенным. Обучением 4 будет изменение обучения 3, но кажется, что оно не встречается ни у каких взрослых земных организмов. Однако эволюционный процесс создал организмы, онтогенез которых выводит их на уровень обучения 3. Комбинация филогенеза и онтогенеза фактически достигает уровня обучения 4. Филогенез это процесс исторического развития живой природы и отдельных групп составляющих ее организмов. Онтогенез процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до конца жизни организма. Вот сейчас вы посмотрели в вставку об уровнях обучения и мы продолжаем далее. Пока я читал Бейтсона, задавал себе вопросы о том, на каком уровне обучения я нахожусь, как это измерить, как перейти на следующий уровень обучения, как понять, что я действительно перешел на новый уровень обучения, что этот переход не фантазия, не игра воображения. И еще раз вернусь к слепым пятнам, слепым зонам в восприятии. Книга «Священное единство» высветила для меня мысль о том, что в познании есть слепые зоны, то есть то, что я не могу увидеть, имея те знания, которые у меня есть. А чтобы увидеть то, что находится в слепых зонах, нужно иметь хотя бы какое-то представление о том, что в них может находиться. И получается как в сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Еще раз об эпистемологии. Бейтсон пишет, что «Эпистемология – это великий мост между всеми сферами мира эмпирического опыта, интеллектуальный, эмоциональный и невербальный. С точки зрения эпистемологии, между знанием, здравым смыслом, искусством, религией, спортом и наукой существуют мосты». В этой точке мы удалены от всех этих дисциплин и тем не менее находимся в самом центре каждой из них. Это и составляет суть эпистемологии. В третьей части книги радует то, что Бейтсон в некоторых главах переходит на довольно простой язык и рассуждает этим простым языком о сложных понятиях. Эти главы дают возможность немного отдохнуть перед следующими насыщенными отрывками текста. И одновременно они предвосхищают то, что будет даваться далее, но уже на более сложном уровне. И мы переходим к четвертой части книги «Священное единство». И в этой части книги собраны статьи, которые непосредственно подводят нас к понятию священного единства. Далее процитирую Грегри Бейтсона, глава 26 книги, которая является одной из лекций, прочитанных Бейтсоном. Лекция называется «Экология разума. Священная». За последние несколько дней меня часто спрашивали, что такое экология разума. Я имею в виду примерно те вещи, которые происходят в наших головах и нашем поведении. Когда мы выступаем в отношения с другими людьми. Когда мы идем вверх и вниз по горам. Когда заболеваем и выздоравливаем. Все эти вещи переплетаются и фактически образуют сеть, которую мне больше нравится называть словом «экология». В основе здесь лежит то представление, что идеи взаимосвязаны. Они взаимодействуют, живут и умирают. Идеи, которые умирают, делают это потому, что не согласуются с другими. Мы имеем дело со сложным, живым, борющимся, сотрудничающим переплетением. Подобно тому, которое вы найдете на любом горном склоне с живущими там деревьями, растениями, животными. Фактически с экологической системой. Внутри этой экосистемы есть некоторые основные лейтмотивы, которые можно вычленить и рассмотреть отдельно. Разумеется, рассмотрение каждой части по отдельности это всегда насилие над системой в целом. Но нам придется это сделать, если мы хотим думать. Думать обо всем сразу слишком трудно. Поэтому я хочу попытаться вычленить из экологии одну тему, касающуюся места и природы священного в экологической системе. Как вы, вероятно, знаете, очень трудно говорить о живых системах, которые здоровы и благополучны. Гораздо проще говорить о живых сущностях, когда они больны, находятся в расстройстве, когда все идет не так. Осуждать, обсуждать патологию сравнительно легко. Обсуждать здоровье очень трудно. Это и есть одна из причин существования священного, а также причина того, почему о священном трудно говорить. Ведь священное непосредственно связано со здоровьем. Никто не любит тревожить священное, поскольку, вообще говоря, когда мы о чем-то говорим, то этим изменяем его. Впрочем, возможно, в направлении патологии. Одна из странностей священного состоит в том, что у него всегда две стороны, как у монеты. Исходное латинское слово сакер, от которого происходит английское сакрит и русское сакральный, священный, означает как крайнюю степень праведности и чистоты, так и крайнюю степень порочности и не чистоты. Это похоже на шкалу. Мы имеем священное на краю предельной чистоты. В середине шкала снижается к секулярному, нормальному, обыденному. Затем на другом краю мы снова обнаруживаем слово сакер. Но в применении к самому нечистому, самому ужасному. Конец цитаты. Когда я впервые прочитал эти отрывки, особенно отрывок, которым заканчивается цитата, про священное со стороны чистоты и священное со стороны порочности, я вспомнил уроборос. Змея, кусающего свой хвост. Если мы увеличим частоту до максимального значения и увеличим порочность до максимального значения, про них мы можем сказать, что они достигли максимального сакер. Они сольются воедино и станут тем самым змеем, когда невозможно различить порочность и чистоту. Бейтсон рассуждает о таких понятиях, как развлечение и различие. Четвертая часть книги начинается с рассказа о том, как Бейтсон работал с Фридой Фром Райхман. Немецким и американским врачом, психоаналитиком и психотерапевтом, пионером в аналитически ориентированной психотерапии психозов и представителем неопсихоанализа. Фрида Фром Райхман провела практическое исследование того, как одиночество влияет на людей, на группе больных шизофренией. В середине 50-х годов Бейтсон присоединился к группе Фриды Фром Райхман. Как оказалось, впоследствии это был последний проект Фриды. Она скончалась в 1959 году. Бейтсон увидел, что его методы не точны. Работа с ней дала ему толчок к пониманию того, куда следует двигаться. Фрида имела большие амбиции. Она намеревалась достичь синтеза психоаналитического багажа с навыками, которые ей удалось бы собрать в семантике, лингвистике и теории коммуникации. По представленному тексту статьи неясно, о какой семантике идет речь. О семантике как разделе лингвистики, изучающем смысловое значение единиц языка, или об общей семантике, о которой писал Альфред Коржибский. Общая семантика – это эмпирическая дисциплина, представляющая собой семантическую, представляющая собой систематическую методологию по исследованию того, как люди взаимодействуют с миром, реагируют на мир, реагируют на собственные реакции и реакции других людей, и соответственно, каким образом они изменяют свое поведение. И тот и другой вариант вполне допустим. Группе, которую собрала Фрида, предстояло изучить коммуникации в семьях и отклонения в этих коммуникациях. На первом этапе работы выяснилось, что транскриптов, диалогов и видеозаписей недостаточно, и что нужно выезжать к семьям и наблюдать их непосредственно. При таком наблюдении выяснилось, что наблюдатель эмоционально вовлекается в процесс коммуникации в семье, и ему тоже требовалась своего рода терапия. В этом заключается одно из основных отличий экспериментов в области социальных наук от экспериментов в области физики. Сейчас вы видите видеозапись эксперимента капиллярной вискозиметрии макаронного теста, который не вызывает никакой эмоциональной вовлеченности и, в общем, никаких эмоций. Вернемся к экспериментам Фриды Фром Райхман. Они касались в том числе и психиатрии. Мне сложно с достаточной точностью передать суть этих экспериментов, поскольку я не являюсь ни психологом, ни психиатром. Могу сказать, что для Бейтсона это был один из великолепных жизненных и профессиональных опытов, который продвинул его исследование далеко вперед. В следующих главах четвертой части, не во всех, идет речь о развлечении и о том, как оно работает у людей. Бейтсон в нескольких статьях повторяет одну и ту же мысль, которую мы уже с вами ранее затрагивали в этом видео. О том, что нет пяти пальцев на руках. Есть четыре промежутка. А как называется то, что ограничивает эти промежутки, он не называет. Сложность в понимании текстов, из которых собрана книга «Священное единство», не позволяют мне в полной мере. Этот отзыв о книге Грегори Бейтсона «Священное единство» – это лишь малая часть того, что можно сказать об этом исследователе. Поскольку у Грегори Бейтсона выходили и другие научные труды, в том числе и его первая большая монография, которая называется «Шаги в направлении экологии разума». Бейтсон дал возможность следующим поколениям исследователей опереться на его открытия и рассуждения о природе разума, использовать его наработки в теории обучения. Мне кажется, что эта книга была бы напрочь забыта уже сейчас и известна только лишь в узком кругу специалистов по антропологии и социологии, если бы не развитие компьютерных технологий, нейронных сетей и машинного обучения. Мне кажется, хотя я не специалист в машинном обучении, что скоро эта отрасль дойдет до понимания того, что математических подходов недостаточно и труды Бейтсона будут востребованы. Мне кажется, что сейчас машинное обучение только лишь приблизилось к тому, что Бейтсон называл обучение ноль. Подробнее узнать об уровнях обучения вы можете, пройдя по ссылкам в описании. Я собрал подборку статей по данной теме. Вы можете с этими статьями ознакомиться. На этом я завершаю этот отзыв. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что досмотрели его до конца. Не часто на этом канале выходят такие объемные отзывы на книги. Ну и не часто мне удается читать подобные монументальные труды. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления. На колокольчике поставьте все уведомления, чтобы получить уведомления, когда выйдет новое видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.